Приветствую вас, и для начала надо определить, почему вы не являетесь профигистами. То есть, что вас волнует, что беспокоит, из-за чего вы переживаете, и что заставляет вас нервничать. Дело в том, что если у человека достаточно многие вещи заставляют нервничать, то это говорит о том, что он чересчур большое количество того, что ему говорят люди, проектирует на себя. Возникает соответствующий вопрос. А зачем человек это делает? И почему человек так поступает? Ведь, казалось бы, далеко не все, что говорят люди, и далеко не все, что происходит с нами, зависит от нас и имеет отношение к нам. Если человек, например, какой-то малознакомый, начинает нас, допустим, ругать или, допустим, что-то нам говорит, что это не значит, что виноваты мы. Это значит, что у человека проблемы. И он реализует на нас дефицит свой собственный. Если что-то происходит с нами, то это не всегда от нас зависит. Если мы можем просто принимать какие-то вещи просто потому, что они произошли, мы не можем на это повлиять. А это значит, что если мы не можем на это повлиять, то нам и беспокоиться не о чем. И отсюда вытекает довольно-таки простая вещь. Вы при наступлении определенных событий спрашиваете себя, можете ли вы повлиять на то, что происходит. И если ответ будет нет, то и беспокоиться об этом нечего. И когда вы общаетесь с людьми, и кто-то говорит вам неприятные вещи, вы также всегда смотрите на это с данной точки зрения. Если кто-то что-то про вас говорит, значит, у этого человека есть определенные проблемы, и он переносит их на вас. Но то, что говорят, вам стоит воспринимать все же дуалистически. То есть имеется в виду, стоит видеть верно истины в том, что вам говорят. Я поясню, что это значит. Зерно истины в том, что вам говорят, означает, что человек вас, например, если он вас обижает или откорбляет, означает, что человек вас не принимает. Ответственный вопрос. А почему? Почему? Человек вас не принимает. И ответ на это достаточно простой. Потому что в лице человека вы столкнулись с общественной культурой. А общественная культура некоторых людей не принимает вообще. Это не ваша вина и не вина человека. Это просто объективная реальность. И это тоже то, на что вы никак не можете повлиять. А значит все, что вы можете, это выбрать путь движения в этой ситуации и следовать ему. То есть сделать выбор, и это еще один момент, чтобы сказать профидистский, сделать выбор и сделать этот выбор, двигаться согласно этому выбору, не оборачиваясь назад и не сожалея о том, что вы выбрали, не пытаясь изменить что-либо. Это тоже путь к тому, чтобы вы стали смотреть на мир, на жизнь проще. Пожалуй, именно так можно ответить на ваш вопрос. Он у вас довольно таки общий. И, соответственно, будучи общим, я и другие мои коллеги могут дать на него только общий же ответ. Еще раз повторюсь, чтобы смотреть на мир проще, нужно для начала понять, что мешает вам это делать, что беспокоит, что волнует вас. И тогда уже будет более понятно, в какую сторону двигаться вам. На этом все. Надеюсь, что помог. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.